Привет, не профессионалы и дилетанты, меня зовут Александр Бубнов, мы продолжаем тренировать Парму. И следующая игра у нас с Ромой, и не с Ромой, там, Амбрамовичем или Ратенбергом, а с итальянской Ромой, которая проиграла предыдущий матч 0-3, написано «Белотти великолепен». Вот такой был заголовок, хотя я посмотрел по статистике, да, ну тут, вот, лицемерие, да, вот это вот, с которым футбольные вот эти обозреватели, да, вот эти вот писаки, да, карманные, которые не разбираются в футболе, да, и пишут заголовки. «Белотти там великолепен, красавец». Да, может быть, но почему-то вы все путаете, что, ну, так скажем, так скажем, не только «Белотти» заслуга, правильно, то, что там Торина победила, да, обостряющие передачи смотрим. И, пожалуйста, вот, игрок Даниэль Бассели, да, он отдал, два момента создал, три обостряющих передачи и голевой пас. Хвалят только «Белотти», потому что он нападающий забил гол. Ну, вот здесь «Белотти» добил там кое-как корявенько со штрафного, да, и «Белотти» вот такой еще мяч забил. Здесь убежал, прошел, пробил. Ну, я ничего не говорю, забил красиво. Но, по большому счету, вот это все, это ошибки Ромы. Это ошибки Ромы, и вот как играет, например, как играет, например, здесь Рома, да, это говорит о том, что они много ошибаются. Тут даже на вратаря даже голевая передача записана, вот, в моменте с «Белотти». Поэтому, ну, тут будем говорить так, что во многом и повезло Торино. И вот эта карта ударов Ромы, да, как они били поворотом Торино, надо сказать, что очень повезло Торино, и им там оценки вот эти писаки повысили. Здесь Перотти, например, в этой ситуации просто бездарно, безалаберно сыграл. Сказать, что здесь Торино хорошо отоборонялся, нельзя, да. Ну, вот здесь подача тоже. Ну, Джека плохо пробил головой, но его оставили одного, чтобы вы понимали. Там ошибка на ошибке. Если посмотреть на то, какие моменты создавала Рома, да, там тоже обостряющие передачи. Вот это что, не обостряющая была, что ли, передача? Это пас под удар. И ее не засчитали там, потому что писаки вот эти всякие сидят там, типа Лукомского, которые по мячу не били, и у которых Саудовская Аравия лучше России футбол играет. Вот они садятся и пишут, что вот там Белоти великолепен, а Рома играла так себе. Так Рома переиграла Торино по моментам. Ну, вот что, если тот Заньола не может забить, тот Джека не может забить. И это вот все дилетанты от футбола, которые заполонили интернет, да, и получили там все, знаешь, трибуну и начинают вякать. Ну, самое страшное, что этим аналитикам там верят, понимаешь, да, и людям они бошки дурят. Ну, вот Эркан и Билл выставлен на трансфер, но, честно говоря, плеймейкер нам не особенно нужен. Ну, мы, конечно, будем продолжать изучение. Может быть, что-то из него получится. Тут нам много игроков присылают, в том числе молодых. Ну, вот, например, Винченса Милика. Я не знаю, 19 лет парню бегает медленно. Ну, есть игра без мяча, есть что-то там наподобие завершения, но он недостаточно хорош для серии А. И его продают за 5 миллионов. Парень Торино не играет, нет, чтобы его отдать в аренду, да, куда-нибудь, хотя бы, чтобы он там игровую практику получал и набирался опыта. Так он у них там сидит замаринованный, да, и никому не нужен. Хоть он в Голландии, в Голландии они хотя бы играют где-то, да, вот эти вандервельдены и так далее, но мы, конечно, всех будем изучать. Ну, тут, скажем так, есть определенные проблемы, да. Вот еще один итальянец, не хотят продавать. Ну, этот уже посерьезнее, конечно, но все равно. У него там и связки уже порваны, растянутые. А растянутые связки, это уже не очень хорошо. Футбол Менеджер 2020 можно легко приобрести дешевле, чем в Стиме. Для этого переходите по ссылке под видео и не забывайте обводить промокод словат Юнайтед, который даст вам дополнительную скидку. Джо Сбара, вот, смотрите, Бертон, Альбион нам предлагают, но это же кошмар такого игрока. Вот гонцам головы рубили раньше, которые плохие вести приносят. Вот и здесь тоже надо было отрубить. Но у нас много проблемных позиций в Парме. К сожалению, наша великая Парма пока не возрождается. Много игроков в аренде, и мы будем на них смотреть и выбирать уже, кого оставлять, кого убирать. Вот у нас плохая новость, что Луи Джесеппе перед игрой с Ромой растянул бедро и не сможет выйти. Тормировался после резкого разворота. Ёлки-палки, как ты так развернулся? Я не знаю. Наш второй братан Симона Коломби, похоже, не готов. Он плохо тренируется. Я скажу, что разочарован твоей работой. Но он хотя бы понял, что надо ему стараться. Фабрицу Аластро, еще один вратарь. Они вообще все думали, что Сэппе, видать, до конца сезона играть будет. На шестерку тренируется. Естественно, раскритиковать за тренировку ужасно. Работаешь, исправляйся. У Ромы сильный состав. И я видел, что они играют хорошо. Хоть они идут на 20-м месте, но это совершенно не отражает уровень, который показывает Рома. У них сейчас вот Генрих Мегетариан еще есть. Но состав у них приличный. Более чем приличный. У нас еще проблема с авторем. Выходите без всякого давления, я скажу так. Потому что тут давление скорее у Ромы. Потому что они все-таки низко в таблице находятся. И на них давит и родной стадион. И сейчас от них все требуют результатов и успехов. Ну и вот Рома сразу берется за дело. Вы видите, Каларов на постпах шлафной бьет и Джека забивает. Вот в игре старина, Джека просто не забивал такие моменты. С нами сразу, первым же ударом он забивает. Это несправедливость с одной стороны. С другой стороны невезение. Но это спорт. Вот им он не забил. Там 10 попыток у него было, он не забил. Здесь он нам забил. И наши низкорослые защитники. Там Гаглеола, Якапони. Они стоят, понимаешь, смотрят. Там как им Джека забивает. Вот наша атака. Дармиан ошибся. Ну вот выбросил на соперников. Атака Ромы могла получиться. Гаглеола здесь догадался отпасовать на партнера. Бругман. Корнелиус. Вот киска хорошо на Карамоха. Сыграл, простоял. Ну что ты головой-то бьешь пиздела. Ёлки-палки. Ну ногой пробей в угол. Всё, нет проблем, нет шансов. Нет, он своей головой пустой начал бить. С той позиции, где не надо головой бить. Вот Корнелиус красавец. Ногой вколотил. Один-один. Умница. И Дармиан умница. И Корнелиус. А этот пиздела пусть поучится. А я ему этот фрагмент попрошу нарезать. И показать на тактическом настрое перед игрой. А если он нарезку момента не поймёт, я его сам нарежу. Этого пизделу. У нас было много проблем с незабивающими нападающими. Ну что за отскоки. Повезло нам. Ну Корнелиус наконец-то прервал эту черту. Эту полосу неудач. Ну и здесь Жезус колотил. Ёлки-палки. Кошмарная оборона при угловых. Ну Романа сверху переигрывает. У нас низкорослые центральные защитники. Я бы мог конечно Кастреота выпустить. Но Кастреот, скажем так, он не готов, мне кажется, играть по скорости. Вот снова наша атака. Но мы бездарно вбрасываем мяч из-за боковой. Здесь нужно отбирать мяч. Здесь нужно бороться с Сундером. Бороться, я сказал, с Сундером. Но он бежит один, его не сопровождают. Вот хорошо, Дармиан на перехвате. И вперёд. Ну ёлки, Матео. Ну как можно такой пас отдать? Всё, там контратака. Можно было выход организовывать. Ошибка глупая. И атака соперника Флоренции прорывается. Хорошо, что так ударил. Претензий много по игре. Тактически проигрываем. Жду лучшей игры, конечно. Ну и многими футболистами я недоволен. Совершенно недоволен. Решаю перестроить игру. Потому что нужно создавать больше давления. Ну и тактически мы проигрываем. Роберто Инглеза выйдет вместо Грасси. И будем пытаться оказывать максимальное давление сейчас на Руму. В два нападающих. Ну видно, что они по той схеме нас переигрывали. А вот к этому они были не готовы. Но Корнелиус, видите, с первой же минуты взял, вышел, обгадился. Ну один на один такой надо забивать, конечно. Ну Корнелиус ошибся. Не смог реализовать свой шанс. И придется нам еще стараться пыхтить, создавать моменты. Хотя моментов очень мало. Моментами, я бы сказал, и не пахнет. Все, что создается, Рома с этим справляется. Но и здесь Джека выбегает, бьет. Хорошо, что мимо. Остается выпустить Дэя на Кулушевского. Для усиления фланга полузащиты. Дэян должен как-то переломить ситуацию. Тем более по владению Рома нас, конечно, переигрывает. Но Кулушевский должен усиливать не только оборонительные способности на фланге. Но и в первую очередь атакующие. Здесь нам везет с тем, что в штангу попадает Рома. Но Рома так активно и играла в предыдущих матчах. Хотя мы даже лучше, чем Тарина. Им сопротивляемся. И моментов у нас много. Ну, относительно Ромы, да, тоже у нас есть моменты. Но мы их не забиваем, мы их не используем. Гудмунсон на фланге. Подача на киску. И здесь должен быть гол. Молодец, Юрай. 2-2. Ну, вот видите, шанс это... Шанс это есть. И Гудмунсон отдал хорошую голевую. Ну, здесь мы и пизделу отмечаем. Который в какой-то веке хорошо сыграл. Ну, и вот так вот пробил хорошо Юрай Куцка. Он, кстати, очень полезно играет. Много там приносит голов. И во втором тайме мы, я считаю, Рому переиграли за счет замен. Вот. Смотримся лучше, смотримся сильнее. Проблема в том, что вот этой стабильности мы в течение матча не показываем. И реализация. Реализация очень плохая. Шансы, которые возникают, мы, так скажем, к ним относимся безалаберно. Ну, вот Инглеза вышел на замену. Корнелиус забил. Инглеза правильно бил, конечно, мимо. Вратаря. Но, видите, опять не использовал. Шансов у нас возникает много. Но вот Белотти своего у нас нет, который будет моменты реализовывать на стабильном, высоком уровне. И за счет этого вот мы недополучаем очков. Хотя по игре, я уверен, что Парма смотрелась в матче с Ромой намного лучше, чем Торино. Я скажу так, что блестяще сыграли с последней ничью. По составу Рома намного сильнее. Хотя Рома на последнем месте. У них всего одна ничья и три поражения. В том числе от Дженуа, с которыми мы сейчас будем играть. Но я не считаю, что мы сыграли против Ромы плохо. Скорее, Торино отскочил в матче с Ромой. Хотя Торино, он идет на третьем месте. Видео это таланта, да? Кто бы мог подумать, Ювентус проиграл Лацио, Ювентус шестой. Начинается сезон, тут все непредсказуемо. Нам рекомендуют Джереми Толяна, но он уже отдан в аренду в Сосуоло. В принципе, нам он был бы нужен, конечно, как игрок основы. Он закрывает спокойно оба фланга. Поэтому я за Толяна буду пристально следить. Немного видоизменяем состав на Дженуа. У них очень необычная расстановка. Играет Доменика Кришета, которого знают, наверное, все российские болельщики. Есть известные фамилии. Это Горан Пандев, например. Санабрия Антонио тоже сильный игрок. Сапонара, Рикардо, ну, так скажем, на слуху его фамилия. Антонио Баррека есть хороший защитник, которого тоже все знают. Кристиана Ромеро. Ну, в общем, состав непростой для нас. Ну, так скажем, Дженуа это наш соперник, который нам по силам. Поэтому я требую от игроков выложиться. Требую постараться. Ну, и надеюсь, что все получится. Потому что, ну, если мы будем проиграть прямым конкурентом, да, то ничего хорошего не выйдет из этого чемпионата. Надеюсь, что себя Жарвиньо проявит. Потому что вот он сейчас мяч получил. Ну, как-то тухло играет. Не тянет на роль лидера. Я от него ждал намного большего. Но вот сейчас Жарвиньо правильно сыграл. Но Корнелиус был накрыт двумя защитниками соперника. Тяжелый матч. Мало моментов. Но есть стандарты. Когда не получается с игры, должно получаться со стандартов. И Дарбиан сейчас пытается пройти. Ну, два опорных там у Джену. Они, естественно, сидят в обороне. Тем более в гостях. Здесь надо обострять, бить. И вот Жарвиньо молодец. Это, ну, нельзя считать голом после стандарта. Но это важный момент, что забивает именно Жарвиньо. Жарвиньо нуждается в уверенности. Он долго сидел на лавке. Потому что я говорил, что Гудмудсон, играй. И Гудмудсон возмущался после этого матча. Он говорит, тренер, я же там Голливую отдал в прошлой игре. Я говорю, если бы ты говорил Голливую, то он не отдал бы в прошлой игре. Я бы тебя продал бы. Причем не на трансфер, а на органы. Голливую он отдал. И все, герой, король стал. Понимаешь? Ну, Жарвиньо хорошо тренировался. И я решил, что он в этом матче готов. Ну, тем более, что долго сидел на лавке. Уже с совершенно другим желанием вышел. Я его перевоспитал в этом плане. А то в начале сезона там пешком по полю ходит. Распальцовка. Все. Ой, я главный в этой команде. Я говорю, какой ты главный? Главный здесь я. И я решаю, будешь ты играть или нет. И вот сейчас момент Карамо должен был делать 2-0. Ну, попал в штангу. Видно, что превосходство Пармы заметное. Но другое дело, что пока это превосходство на табло всего в один мяч. И надо это дело исправлять. Ребята это понимают. На весы штрафную идут. Но не на Корнелиуса почему-то, да? А на низкоростных футболистов. Хотя есть Корнелиус, который там под 2 метра и должен завершать. Карамо. Ну, подхватывай, да, Аммиан? Молодец. Корнелиус, скидка. Ну, Карамо, дурак. Ой, дурак. Побей в касание в такой ситуации. Ну, вот не хватило опыта. Карамо. 21 год. Игрок быстрый. Но в этой ситуации растерялся. Решение не принял и получил. Но Корнелиус, молодец, не растерялся. А во втором матче подряд забивает. Здесь Сутало, как куча Малана. Но это называется боевой гол. Потому что вот такие голы, они как раз таки и красят нападающих. Да, что в борьбе там не растерялся, понимаешь, сориентировался, затолкал. Это вот игрок штрафной, он находит свои шансы. И Корнелиус, молодец. Я за него очень рад. Играть за Жорвинию. Первый тайм завершается. Опасной подачей Шоны. И первым же ударом по нашим воротам забивает Давид Берасчи. Это никуда не годится. Но первый же момент. Вот все было хорошо, да. Ну где все защитники? Где? Что никто не держит? Бругман. Ну надо было помочь обороне. Один единственный удар наносит Женова за весь тайм. И забивает. Это обидно. Это кошмар, как обидно. Главное, что боролись, старались весь тайм. Но вот нелепость одна. И все идет позорно. Позорно. Можете еще лучше играть. Но к центру поля у меня, конечно, есть претензии. Мы проигрываем центр. Проигрываем в чистую. И поэтому я игрокам выскажу. И без желтых карточек спорания должен провести этот матч. И начинаем второй тайм. Надо постараться забить еще, конечно. Ну видно вот по оценкам, кто плохо играет. Грасси, Бругман. Но особенно Грасси. Естественно, тут надо уже прибегать к ротации. Ну у нас есть Борилья. У нас есть Скацарелла. Ну мы можем Куцку сюда поставить, Скацареллу сюда. Все-таки Куцка любит ближе к атаке играть. Много забивает. Такая первая замена у нас в матче будет. Ну и вот Бругман со штрафного подает. Надо было срочно забивать сейчас. И есть еще шанс Жервиньо. Ну Жервиньо, лидер, проявляй себя. Что ж ты делаешь? Жервиньо на фланг сыграй. Вот Скацарелла увидел пизделу. Пиздела подал. И здесь Дармиан должен сложный перевод сделал. И тут они с этими переводами уже зачастили. Нужно бить просто поворотом. Вот так Жервиньо красавец. Воспитательные методы ипатьевские, так скажем. Чтобы игрок играл, нужно его ипать, ипать, и еще раз ипать. На скамейку засадить, чтобы он там, так сказать, загорелся снова с желанием играть в футбол. И вот Жервиньо засиделся на лавке, вышел и дубль сделал. Вот это я называю провести воспитательную работу с футболистом. Кришито, кстати, заменили. Зато я выпустил Эрнани, чтобы болельщики Зенита не тосковали, что там мало бывших игроков Зенита играет. Вот я им выпустил. Ну вот здесь ошибся Гаглиола. Ему за спину забросили. Ну этот вратарь, это, конечно, никуда не годится. В такой момент, да, ну 3-1 ведем. Понятно, что выход 1, ну хотя какой выход 1 на 1, да? Ну убежал он к воротам. Ну вот с этой точки, да, вратарь должен, конечно, реагировать. Угол был острый, ничего сложного. Ну, все-таки, 2 удара в створ, 2 гола. Это не вратарь, это что-то с чем-то. Так играть в воротах нельзя. Если мы сейчас проиграем, ну не проиграем, то здесь ничья, это равносильно поражению будет. Вот, это будет на совести вратаря, который не выручает. И в прошлой игре не выручал, и здесь не выручает. Защитники, конечно, тоже, в кавычках, хороши. Но голкипер-то он на то там и стоит, чтобы спасать. Корнелиус, ну что ты будешь делать? Хороший момент, вот выход 1 на 1. 26-2 по ударам. По счету 3-2 всего лишь. Вот кому расскажешь, блин, не поверят. И в прошлой игре мы должны были уверенно побеждать. И сейчас тоже. Ну вот, пенальти увидел судья. Ну и поэтому сейчас Жервинио будет на хитрик бить. Будем надеяться, что забьет. И все вопросы о победителе снимет. Забивает Жервинио. Вот засиделся на скамейке, вышел. И по Бубновской методике мы, пожалуйста, из Жервинио человека сделали. Главное, чтобы он сейчас опять не начал там петухом ходить по раздевалке. И рассказывать, какой он классный. Вот на поле играешь, я хвалю. Когда делом показываешь. Ну здесь мы переиграли. На голову разбили соперников. Это была отличная победа. Ну и с Ромой мы неплохо сыграли. Но когда соперник классом сопоставим или хуже нас, мы их переигрываем. Рома, кстати, снова проиграла. Причем летче проиграла. Там было удаление, потом пенальти. Ну вот, называется повезло. Вот нам против Ромы не повезло. А всем остальным против Ромы дико везет. И там уже, наверное, тренера скоро будут снимать. Ну тут под фонсекой кресло зашаталось. То ли ему так не прет. То ли он действительно никудышный тренер для Ромы. Не знаю. Ну если посмотреть на статистику. Да, опять-таки, Рома лучше смотрелась. Лучше играла. И, наверное, должна была победить. Но, видите как. Не срослось, не фартануло, пацанам. Ну вот, игроки-профессионалы. Все в восторге от победы. Дальше у нас игра с Миланом. Тоже очень интересная. Потому что Милан, ну здесь, правда, Милан впереди планеты всей. Можно сказать, да. Милан идет высоко. У Милана 13 очков. Одна потеря очков со Суола. Но, за исключением Ромы, таких по составу сильных соперников не было. Еще ни Аталанты, ни Ювентуса, ни Лацио, ни Интера. Ну вот сейчас мы с ними сыграем. Посмотрим, что этот Милан из себя представляет. Но это в следующей серии будет. И чтобы ее увидеть, скорее ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Да, там не забывайте уведомления. Тоже включать, чтобы вы не пропускали новые посты. Да, и также на Ютубе тоже на колокольчик нажимайте. Рядом с подпиской, если еще не нажали. Вот, это нужно тоже, чтобы новые серии и бубнов менеджера не пропускать. И других видео на канале. Надеюсь, что вы их смотрите. Надеюсь, что вам нравится. Пишите в комментариях. Если вы профессионалы, конечно. Если вы там дилетанты. И чтобы вы знали. Хотите меня только позрить, подразнить, то не надо. Этим уже там занимается целая ора во всяких писак и дилетантов. Всех благодарю за просмотр. Всего вам самого хорошего. Удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...